МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей студии Алексей Коробков, глава администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. Алексей Александрович, добрый вечер. Я рад вас видеть. Добрый вечер. Взаимно. Зима непростая, хотя, собственно говоря, какая зима может быть и простая, но, тем не менее, снегопады бьют рекорды. Мы помним много снегопадов, знаменитый 2008 год. Можно долго перечислять. Что нужно, на ваш взгляд, вы давно в профессии, чтобы привести в порядок район, да ну и весь город в целом? Ну, в первую очередь, нужно ничего нового не скажу. Нужна качественная подготовка к зимнему сезону вообще, и в частности к вопросам содержания территории в надлежащем виде. Это касается и уличной дорожной сети, это касается и внутриквартальных проездов. Что такое подготовка качественная? То есть это полное комплектование штат сотрудников необходимых, да, если говорить, там, допустим, про те же управляющие компании, которых вы коснулись. Это полный штат дворников. Это, конечно, материально-техническая база, обеспеченность соответствующей техникой. Причем техника должна соответствовать тем условиям работы, в которых она будет применяться. Потому что у нас, вы знаете, на территории города, в зависимости, во-первых, это уличная дорожная сеть, да, или внутрикварталка, это совершенно разные условия по стесненности, по плотности застройки и так далее. У нас район от района в этом смысле отличается, да. Да, это хотел сказать. То есть если говорить, там, например, про исторический центр города, то это очень стесненные условия, дворы, вообще там колодцы, да, зачастую с одним въездом-выездом. Естественно, там малогабаритная техника в большей части нужна, и, соответственно, те обслуживающие организации, которые работают в этой части города, они должны соответствующим образом быть обеспечены. Это, конечно, и кровельщики. То есть все это должно быть готово. А готовится это, конечно, в, скажем так, в летний, осенний период. И вы знаете, у нас традиционно по итогам подготовительного этапа проводятся смотры, и районные, и городской смотр проводятся. Смотры как раз готовности обслуживающих организаций, каждой своей части, как они подготовлены, в том числе материально-технические. Вот. Но если говорить конкретно про текущую ситуацию, конечно, тема уборки территории города, тема устранения последствий снегопадов, она сейчас, конечно, залободневная, она достаточно болезненная. Я прекрасно понимаю, я сам, как житель города, выходя из подъезда, тоже там с этим сталкиваюсь. Конечно, она создает массу неудобств. Но все-таки хочу сказать, что, во-первых, зим, как вы правильно сказали, простых не бывает. В любом случае, там снег выпадает каждую зиму. Но надо понимать, что сейчас, конечно, я тоже там... Не хочу, чтобы это выглядело как какая-то отговорка, но, тем не менее, есть вопросы, связанные с той же самой пандемией. Когда мы говорим, например, про содержание придомовой территории, и встает вопрос по тем же самым дворникам, естественно, дворники – это люди, которые точно так же болеют. Вы предвосхитили вопрос, кстати, вот мой... Действительно, вот если говорить об этом, потому что зима немилосердна, то снег, то оттепель, то дождь тоже пережили, плюс еще пандемия. Вот у нас же какая ситуация с, скажем так, с дворниками, вообще с сотрудниками? Ну, та волна вот по новому штамму, да, которая началась у нас, получается, с конца января и до сих пор продолжается. Допустим, про администрацию могу сказать, да, то есть в течение этого периода уже на протяжении месяца стабильно 20% штатной численности сотрудников находится на больничном. Ну, то есть первая часть выздоравливает, выходит, соответственно, люди, которые еще не успели переболеть, они уходят. И вот на протяжении примерно месяца-полутора у нас ситуация такая, что стабильно 20% сотрудников, они на больничном. Я предполагаю, что в организациях, которые занимаются обслуживанием жилищного фонда, там, той же самой уличнодорожной сети, ситуация аналогичная, потому что все мы, ну, в одних условиях работаем, в одном городе живем и так далее. Но, конечно, списывать там проблемы на эту ситуацию исключительно это в корне неправильно. Но здесь я, знаете, какой момент хотел бы отметить тогда. А вот в этой ситуации ведь и что делать? Вот вы руководитель, у вас 20% персонала болеет. При этом вы же сейчас и не можете их заменить срочно, потому что, ну, люди просто на больничном, вы же не можете на это место кого-то принять на работу. Да, разумеется. Идет перераспределение, конечно. Да, а люди, у них, ну, есть предел, так сказать, физических возможностей для работы и так далее. Да даже если у вас появится такая возможность, вот так срочно, по щелчку пальцев, вы людей-то не найдете. Вот, допустим, дворников там, еще там 50 человек. А где их взять? Причем на один месяц. Да, совершенно верно, конечно. Происходит перераспределение там где-то, возможно, по здоровым сотрудникам. Да, но есть такие там специализации и такие работы, где вот так вот просто перераспределить просто не получится. Мы, даже имея иногда технику какую-то, да, там, например, выпал у нас тракторист или выпал водитель самосвала. То есть техника фактически в наличии, да, то есть она была подготовлена к зимнему периоду, но человека живого, да, который бы мог на ней работать, вот в данный период времени нет. И, ну, допустим, я даже вот могу сказать по нашему подведомственному предприятию, совершенно недавно выбыл на две недели сотрудник непосредственно, который вот работает на тракторе, да, то есть который производит расчистку территории, работает у нас подведомственное учреждение. И заменить его вот на этот период реально было неким. То есть мы как-то там выходили из ситуации, но конкретно вот наш там наш трактор там какое-то время проставил по этой ситуации. И если смотреть уже не узко, да, не в рамках, там, допустим, подведомственного учреждения администрации Кубежского района, а в масштабах города, то, конечно, это не единичные случаи. Кроме того, это вот мы говорили про один из факторов, да, который, конечно, осложняет ситуацию. Все-таки нельзя назвать эту зиму именно по погодным условиям, именно по количеству выпавших осадков абсолютно стандартной. Она все равно имеет свои отклонения. Все мы прекрасно помним, как она началась в декабре, когда было не просто там малоснежное, а практически бесснежное. Но я хочу сказать, вот я в жилищно-коммунальном хозяйстве работаю уже около семи лет, и ничего удивительного в этом нет. Декабрь часто такой у нас на осадке не самый богатый месяц. И вообще, ну, это уже такое частное мнение, что климатически это уже скорее осень, чем зима в наших широтах. То есть скорее у нас самые снежные месяцы, по статистике это февраль и март. Кстати говоря, март у нас еще впереди, поэтому совершенно точно вот эта ситуация, мобилизация, да, в которой мы сейчас все находимся, эта мобилизация не будет снята до окончания марта, по меньшей мере. И я вот вернусь, январь-февраль. Вот за январь-февраль у нас примерно вдвое идет превышение вот среднего уровня, да, вот осадков, которые на эти месяцы приходятся. Поэтому стандартно эту зиму, конечно, назвать нельзя. Что сейчас предпринимается, соответственно? Понятно, что режим работы, вы правильно сказали, он близок к круглосуточному, да, выходных, как правило, нет. Естественно, есть понимание, что силами тех организаций, которые, ну, по профилю своему должны быть задействованы, не всегда этих ресурсов хватает, в том числе и по причинам, которые я назвал, да, и связанными с пандемией. Мы, конечно, вот, я знаю коллеги в других районах, часто обращаемся за помощью к предприятиям промышленным, к организациям среднего, малого бизнеса. Если говорить про крупные предприятия, вот, например, на территории Куйбышевского района, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод очень серьезную поддержку в этой работе оказывает. То есть помогают? Конечно, помогают и техникой, помогают и людьми, не только с точки зрения содержания той территории, которая прилегает к заводу, а вообще, в принципе, на нужды района, да и на нужды города выделяют, в том числе, погрузчики, самосвальную технику. Сейчас ведь видите, какая ситуация, прошу прощения, что перебил. Сейчас бизнес же, он достаточно, ну, сложно и своеобразно устроен, и подчас организацию, у которой ты предполагаешь, техника должна быть, ее на самом деле не имеют. Ну, то есть многие строительные компании, например, у них, они работают просто на контрактах с другими организациями, то есть у них нету на балансе там ни трактора, ни КамАЗа и так далее. То есть это все не так, как кажется. Так и есть. Часто все эти транспортные услуги отданы на аутсорсинг, и даже у больших, у крупных предприятий, у которых, казалось бы, нужды собственные, достаточные для того, чтобы иметь свой автопарк, такого уже давно нет. Может быть, мы привыкли в какой-то степени, что раз крупные предприятия, у них должно быть там абсолютно все свое хозяйство, но, тем не менее, вы правильно говорите, они работают часто с привлекаемой по временным договорам техникой, потому что там она либо не круглогодично нужна, либо еще какие-то условия они посчитали, что им так более выгодно экономически. Это тоже одна из проблем, почему там не все предприятия готовы нам помогать. То есть некоторые просто объективно не могут предоставить. Но, тем не менее, есть предприятия, на которых есть свой автопарк, и которые помогают. Вот в качестве примера я сказал. Кроме того, если говорить про средний и малый бизнес, то мы, конечно, сейчас максимально добиваемся, чтобы соблюдались те соглашения о санитарном содержании, которые у нас есть с субъектами малого и среднего бизнеса. Это вот, например, когда какая-то территория, прилегающая непосредственно, допустим, к кафе или к магазину, она должна содержаться силами как раз вот этого кафе или магазина. Понятно, что в обычное время там, может быть, не всегда регулярно это соглашение соблюдается. И мы там, условно, не так тщательно контролируем. Но сейчас, конечно, мы призываем, чтобы все-таки в своей части предприниматели содержали свою территорию, тем самым помогая общему делу. А как, кстати, заставить? Вопрос-то ведь важный и хороший. Потому что, ну, вот магазин, вот он может почистить, условно говоря, вот пятачок территории перед собой, но там к нему пройти от дороги или от остановки невозможно. Вроде бы, да и Юра, это, наверное, ну, не его территория. С другой стороны, де-факто люди идут к ним. Вот такой очень тонкий вопрос. Как бы, вот как их заставить? А некоторые это и перед собой-то не чистят, на самом деле, к сожалению. Или почистят, но лед не уберут, а там пожилой человек, да и молодой, это может упасть. Правильно сказали, это индивидуальный абсолютно вопрос. Кого-то и заставлять не надо, кто-то сам понимает. Понимает, что это не нужно. Понимает, да, и более того, понимая, что есть там, допустим, какая-то территория по соглашению, или не по соглашению, но по здравому смыслу, относящаяся к этому, ну, к его объекту, да, если мы про предпринимателя говорим. А с кем-то приходится разговаривать, объяснять. Если говорить о рычагах каких-то воздействий непосредственно, когда люди, ну, никак не хотят, скажем так, этим заниматься, то если у нас есть соглашение о санитарном содержании, то, конечно, там, где возможно, мы стараемся административные рычаги включать, через административную комиссию района выходить. У некоторых предпринимателей чаще это, когда они располагаются на первых этажах зданий, у них также заключены договора на обслуживание с управляющими организациями, и здесь можно спрашивать с управляющей организацией, которая в целом этот дом обслуживает. Ну, это достаточно индивидуальный вопрос, плюс к тому мы понимаем, что предприниматели некоторые часто к нам за какой-то помощью обращаются, и поэтому здесь просто абсолютно нормальная практика человеческих отношений, тем более мы понимаем, что этот сезон, он конечен, он непродолжителен, то есть нам, грубо говоря, там продержаться месяц-два, и, в общем-то, с пониманием многие, конечно, к этому относятся. И если, например, там они не готовы сами как-то соблюдать, ну, да, вот так же привлекают, договариваются с организациями, которые могут обеспечить эти работы. Потом последний месяц, который вот наиболее сложный, да, у нас, мы часто прибегали к практике субботников-воскресников, причем достаточно тоже точечно подходили к этому вопросу, в какой части. Вот, например, Острос сначала, вот непосредственно, когда 3 февраля прошел мощный снегопад, в первую очередь, конечно, проблема у нас была на частном секторе. Ну, во-первых, если говорить про Кубежский район, Кубежский район, скажем так, в структуре жилищного фонда, в принципе, достаточно большую долю занимает частный сектор, для нас это серьезная проблема. А во-вторых, организации, которые занимаются обслуживанием уличной дорожной сети, у них есть там категорийность дорог своя. Мы понимаем, что, конечно, частный сектор – это не первая, не вторая, не третья категория, это, как правило, четвертая, пятая категория дорог, и, соответственно, там не такая большая периодичность уборки, не такие, скажем так, требования к этой уборке и так далее. То есть, понятно, что организации городские были сосредоточены, в первую очередь, на центральных улицах. Поэтому мы мобилизовали население частного сектора, максимально старались им помочь своими силами тоже. У нас были хорошие примеры, в частности, на улице Восстания мы проводили, субботник тоже, да, когда мы помогали людям инвентарем, и не только инвентарем, но своей техникой в том числе. И, скажем так, вот фокусируясь на конкретных адресах, мы, ну, скажем, решали более оперативно эти вопросы, чем они бы решались вот в обычном плановом порядке. Были, естественно, у нас и субботники, и воскресники, да не то, что были, это уже практически нормальная наша практика, когда мы силами муниципальных служащих, сотрудников администрации, подведомственных организаций, привлекая молодежные движения, волонтерские движения, привлекая депутатский корпус к этой работе, выходили также с лопатами на какие-то участки, где, скажем так, необходимо было привести пешеходные дорожки в порядок. Ну, то есть срочная ситуация. Да, ну, то есть там, где у нас наибольший пешеходный трафик, просто, скажем так, ну, облегчить реально жизнь людям, которые перемещаются просто по району. И вот такая практика у нас, можно сказать, сейчас вышла на нормальный режим работы. А вот депутаты и молодежь, как, кстати, откликаются? Вот интересно. То есть снять костюм, взять в руки лопату, взять в руки скребок, лом и поработать? Ну, мы понимаем, что, да, вот за словом депутата тоже стоят конкретные люди, и, конечно, там зависимости абсолютно разные, да, так же, как вот мы про предпринимателей когда говорили, по-разному откликают, по-разному, вернее, реагируют, но откликаются, понятно, что есть там определенная дисциплина, да, там депутатская, если мы говорим, допустим, про, скажем так, депутатов, которые представляют, я просто являюсь, помимо того, что глава Кубежского района, я еще и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», конечно, наши депутаты, есть партийная дисциплина, и здесь, как бы, разумеется, конечно, то есть мы все прекрасно понимаем, что сейчас... То есть это не слова, это реально жестко, четко, то есть если ты, друг, если ты член «Единой России», будь добр, мы все выходим. Конечно, конечно, мы прекрасно понимаем, еще раз, я же начал с того, что все понимают, вот нет таких людей, которые бы не понимали, что сейчас вопрос устранения последствий снегопада, он очень болезненный, действительно, он очень такой вот жизненный, который требует максимального сосредоточения всех усилий, общих усилий здесь и сейчас, потому что огромное количество обращений, конечно, вот по всем каналам, там и соцсети, официальные обращения от людей, то есть людям это очень мешает сейчас, это действительно не просто портит настроение, это объективно им мешает добираться до работы, добираться до каких-то мест, там, ну, куда им нужно, в общем-то. Это мешает работе общественного транспорта, естественно, мы все просто обязаны сейчас максимально в этом направлении работать. И, естественно, депутаты это все тоже прекрасно понимают и участвуют. Если говорить про молодежь, нашу, опять же, районную, да, то, кстати говоря, откровенно говоря, они сами с инициативой такой вышли даже. То есть в первую очередь мы мобилизовали, конечно, те силы, которые, ну, как бы привычны нам, да, а молодежь, у нас действительно очень развитое волонтерское движение, кстати говоря, я считаю, что вот вообще проведение... Просто классно. Проведение чемпионата мира в Самаре очень сильно вообще вот развило эту тему, и сейчас, да, они сами предлагают свои силы, сами даже, знаете, там, часто не ставя нас в известность, а уже постфактум, там, говоря о том, что там вот мы на той территории работали, кстати, своим инвентарем, то есть часто там и помощи им никакой не нужна. Какие молодцы. То есть вот все эти разговоры о том, что молодежь у нас, вот она там вся сидит в социальных сетях, то есть это все не совсем так, она очень разная. Ну, я вообще считаю, что все эти разговоры из серии, что у нас молодежь, там, это вообще такая классическая история, там, отцы и дети, наверное, во все времена это существовало, и, наверное, всегда и будет. Поэтому нет, конечно, нормально у нас абсолютно молодежь все прекрасно понимает и всегда готова там не словами, а делом любую инициативу поддержать. Ну, в общем, как ты к ней, так и она к тебе. Конечно. Алексей Александрович, вот понятно, что сделаны неотложные работы были. Теперь нужно все доводить до конца, что называется, вот, оттачивать. Вот для начала нужна важная тема – убрать снег с обочин, расширить дороги. Это сложно. Машин брошенных много, все знают. Вот. И что делать? Делать то, что, во-первых, продолжать работу, вести ее сфокусированно на тех местах, где у нас вообще наибольшее сейчас и обращение граждан происходит, и где вот эта проблематика до сих пор сохраняется. Мы, по вопросу, вы правильно сказали, у нас и на уличной дорожной сети большая проблема, припаркованные на ночь автомобили, и в дворах, конечно, это тоже такая серьезная проблема. Мы работаем через, вот если конкретно говорить про администрацию района, через управляющих микрорайоном, которые знают всех старших по домам. Конечно, каждый раз это работа вместе с людьми, вместе с жителями, оповещение. Во-первых, заранее, конечно, мы стараемся, чтобы все-таки заранее люди знали, что уборка в их дворе будет производиться такого-то числа. Готовясь к этому, мы людей информируем. По возможности там собираем, ну, старшие по домам знают сотовые телефоны, чтобы, если что, там оперативно как-то Сразу скажу, конечно, эффективность этой работы есть, но она не стопроцентная. Всегда находятся люди, которые по тем или иным причинам, часто, кстати, объективным, не могут, например, убрать свой автотранспорт. Вот, но тем не менее, работу эту проводить нужно, без этого будет еще хуже. Вот, потом, что еще? Управляющая организация сейчас, ну, на самом высоком уровне контроль за окончательным устранением последствий снегопадов. Буквально на этой неделе губернатор проводил большое заседание с участием старших по домам, где он как раз хотел услышать, вот, все-таки, что люди вот сейчас уже, да, спустя какое-то время думают по этому поводу. С управляющими организациями, с ТСЖ наша задача сейчас максимально обязать управляющие организации, если мы говорим вот именно про дворовые территории, про внутриквартальную часть соблюдать все те обязательства, которые у них есть в рамках договорных отношений. Я вот сейчас, знаете, предлагаю, что сделать. Давайте сейчас паузу сделаем, посмотрим сюжет. Он как раз касается, вот, в том числе управляющих организаций. И затем продолжим беседу как раз вот про УК и ТСЖ. Конечно, давайте. 16 единиц техники и 160 дворников вышли на уборку снега в Куйбышевском районе. В это число входят и сотрудники муниципальных предприятий, и представители управляющих компаний. Тем не менее, рабочих рук для того, чтобы расчистить все территории, хватает не всегда. А некоторые коммунальные организации вовсе не выполняют своих обязанностей. О таких случаях жители сообщают через социальные сети. Глава Самары Елена Лапушкина приехала на эти адреса, чтобы пообщаться с руководителями организации о причинах недоработки и поручила устранить все замечания в короткие сроки. Особое внимание глава города при объезде района уделила очистке скатных крыш и подходов к социальным объектам. Мэр отметила, что плохо расчищены дороги к двум детским садам – 269 и 389. Были замечания и по кровлям. На некоторых домах опасно свисают снежные шапки и сосульки. Оценили работу управляющих компаний, посмотрели, как они устраняют замечания, которые поступают к нам в соцсети и, в принципе, как спланировали работу. Да, есть управляющие компании, которые ответственно выполняют свою работу, видели технику, видели руководителей управляющих компаний. Но, тем не менее, достаточно серьезное количество замечаний. Пока осадков меньше, у коммунальщиков есть время исправить все замечания. Работы контролируют районные административные комиссии и специалисты ГАТИ по благоустройству Самары. С 3 февраля на недобросовестной компании составлено более 50 административных протоколов в Куйбышевском районе. Еще почти по 100 случаев их также оформят, если управляющие организации не проведут оперативную работу над ошибками. Алексей Александрович, ну вот мы с вами все видели. Итак, как заставить управляющие компании, ТСЖ, УК, хорошо работать, убирать внутридворовые проезды и крыши отдельные? Да, в сюжете было сказано о том, что сейчас административные комиссии, в частности нашего Куйбышевского района, фокус в работе, приоритет главный – это содержание территории. У нас цифры тоже были приведены, да, уже с начала года более 50 протоколов на управляющие организации составлены, причем там тоже, да, если структуру этих управляющих организаций смотреть, есть двоечники, да, которые уже там имеют более 10 протоколов, есть там какие-то единичные случаи. Еще действительно там порядка 100 материалов собрано, это для дальнейшего, да, уже составления протоколов и так далее. И вот вплоть до окончания снежного сезона фокус работы административной комиссии будет как раз на управляющих организациях и ТСЖ. То есть административный рычаг никто не отменял, это один из способов. Второе, конечно, это постоянная системная плановая работа по организации деятельности самих управляющих организаций. Я сейчас регулярно собираю руководство управляющих организаций, практически там в ежедневном режиме, мы проговариваем, да, их планы, их текущую ситуацию по обеспеченности ресурсами людскими и материально-техническими. Большая проблема, если говорить про техническую составляющую управляющих организаций, это то, что у них нет своей техники, она у них в большей части как раз наемная. А что такое наемная техника? Часто у одной и той же управляющей организации вот эти вот договоры с подрядными организациями, которые дают технику, одни и те же. То есть, грубо говоря, на бумаге это два трактора, а по факту... Это один трактор, который в разных... Да, и у компании А, и у компании Б с одним подрядчиком, с одним трактором заключен. Поэтому часто, когда вот этот вот аврал случается... Трактор на разрыве. Трактор разорваться, конечно, не может, да. Вот мы тоже максимально пытаемся организовать вот эту работу, чтобы, да, там вплоть до ручного управления выстраиваем эту логистику, да, где техника работает тоже в зависимости от сложности ситуации на конкретном участке. Ну и, конечно, там, где не хватает ресурсов административной комиссии, там, где не хватает простых увещеваний, это обращение в органы прокуратуры. Сейчас коллеги тоже очень активно включились в работу именно по контролю за содержанием территории. Штрафы какие грозят за ненадлежащую работу? Потому что я все-таки сторонник того, что когда вот приходит, есть возможность получить штраф, человек как-то начинает думать... Да. Ну, штрафы в том числе достаточно серьезные, там, от 5 тысяч начинаются, если говорить про должностные лица, да. На организацию это еще большая сумма. Ну, я хочу сказать, что, как правило, как правило, управляющая организация все-таки... Вот сейчас, да, если говорить про территорию нашего района, вот таких вот тех, кто не прислушивался бы к каким-то первым вот предостережениям, к первым протоколам, таких практически нет. То есть двоечников нет откровенных? Ну, откровенных. Ну, я назову это не двоечником. Была же у нас практика несколько лет назад, да, когда там одна очень крупная управляющая организация, которая сейчас, слава богу, на территории Кубежского района нет. Да и в городе, насколько я знаю, ее уже нет, да, которая откровенно вообще не исполняла никак обязательства. Она манкировала вообще все обязательства. И в штате-то никого, собственно, по большим счетам не было. Таких, конечно, сейчас нет, поэтому, конечно, после, скажем так, серьезных увещеваний там точечно, во всяком случае, вопросы отрабатываются. Сколько у вас скатных крыш в районе и вообще какая ситуация вот с крышами? На территории района достаточно много скатных крыш, потому что фонд, понятно, достаточно старый. У нас порядка 500 скатных кровель. Да. То есть, если говорить про общий жилищный фонд, у нас 826 на квартирных домах. Вот представьте, да, то есть это более 50% фонд как раз со скатными кровлями. Ну, проще ситуация там, где это двухэтажки, потому что там, возможно, бригады, которые вот по земле идут, что называется, с шестами, да, сбиваются осольки. Ну, с лестницей, да, может быть. Да, конечно, на пятиэтажных домах ситуация сложнее, потому что это либо АГП, либо непосредственно кровельные бригады, которые на саму крышу выходят. Но здесь у нас классическая сложность, это как бы при чистке кровли не повредить целостность самой кровли. Потому что часто, конечно, она тоже нуждается в ремонте. Мы максимально следим за кровлями, особенно там, где они выходят на какие-то проходные тротуары, на какие-то над выходами над подъездами, потому что это вопрос безопасности. Там, где вот здесь и сейчас невозможно, мы требуем, чтобы управляющие организации хотя бы огораживали сигнальными лентами проходы. Там, где ведутся работы, максимально соблюдались правила безопасности труда, потому что это обязательно человек, который следит внизу, да, чтобы там пешеходы не прошли, чтобы, соответственно, координировать с земли эту работу, чтобы обязательно кровельщики все были обеспечены необходимым безопасным оборудованием, да, и сами там не подвергали свою жизнь здоровью и опасности. Но, еще раз скажу, объем скатных кровель в районе достаточно большой. Алексей Александрович, к сожалению, время программы подходит к концу. В конце программы, что хотел бы сказать. Сегодня мы с вами выходим 23 февраля. Поздравить хочу вас с нашим мужским праздником, который никто не отменял, несмотря на снегопады, дожди, крыши. Ну вот, собственно говоря, давайте. И хочу поздравить, соответственно, наших зрителей с этим важным, я считаю, одним из важнейших наших праздников. Конечно. Спасибо большое за поздравление. Я тоже поздравляю и вас, и всех наших телезрителей, мужчин с этим замечательным праздником. Хочу в первую очередь, да, вот возвращаясь к началу нашего разговора, пожелать крепкого здоровья всем, кто сейчас болеет, как можно скорее выздороветь без всяких последствий. Ну и, конечно, семейного счастья. Ну и по максимуму, по максимуму спокойствия и относиться все-таки с пониманием к той ситуации, которая у нас сейчас происходит. Конечно, мы обязательно ситуацию выправим. Спасибо за интересную беседу. Напоминаю, в нашей студии был Алексей Коробков, глава администрации Куйбышевского внутригородского округа Самара. Удачи, берегите себя. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!